в мусорку выкидываем выкидываем, сука, смит бляяяя ничего страшного всем привет, привет, доль дючури это максимально экспериментальное видео на айфон на 0.5 на самом деле это абсолютно спонтанное видео, думаю, это можно понять по-моему отсутствие макияжа на моем лице. В общем, я просто так смотрю на свой столик и понимаю, что то пора выкинуть половину из той косметики, которую я просто не пользуюсь. Такого у меня очень много. Блядь, я реально не понимаю, меня вообще видно? Сегодня такое максимально домашнее видео, модный микрофон Данила. Ну чё, начнём выкидывать косметику ненужную. Покажу свой... Как это называется? Секунду забыл. Туалетный столик. Я вообще не понимаю, почему это в туалетный столик? Я скоро переезжаю, вот прямо через несколько дней. И мне нужно будет выкинуть ненужные вещи. Чтобы вы понимали, когда я переезжала из Девяткина, у меня там квартира своя. Я выкинула два 500-литровых пакетов с одеждой. Но я их не просто выкинула, я их положила в контейнер, которые перейдутся потом в детдом или в секонд-хенды, наверное. Там была новая одежда, которую просто не ношу, которая мне не нравится. Была одежда, которую, ну, просто я долго уже носила, и, в принципе, можно купить новую. У меня не так много косметики, как вы могли подумать. У меня реально её не очень много. Есть очень много старой косметики с Алиэкспресса, которая реально мне не нужна. Или просто то, что уже достаточно просроченная. В общем, меньше слов, больше дела. Поехали! Снимаю до тех пор, пока у меня этот цвет не вырубится. Кстати, этот цвет сломался. У него только один теперь цвет отработает. Залибись. Итак, первое, с чего мы начнём, пожалуй, это... Вот этот ящик. У меня здесь не все ящики в косметике. На самом деле, вот этот ящик у меня просто в каком-то барахле. Ну это что вообще? Меня видно или не... Вот так хочу я. Принцесс! Нашла две вот такие помады, которые думала выкинуть, если честно. Но я их искалки только потому, что они очень грязные. Мне бы когда косметика моя грязная. Я люблю всё чистое. Я достаточно чистофлотная. Только в определённом месте. То есть я всегда люблю, когда у меня полностью достаточно чистый. Несмотря на то, что вот у меня вот тут. Здесь у меня лежат тональники, которые тоже достаточно грязные. Тут у меня много косметики как бы не нужной, но в то же время нужной. То есть тут то, что мне может пригодиться. То есть оно мне окно, но это не первое необходимость. Первое необходимость стоит вот здесь. Кстати, офигенные Diamond Dew. Уже так называется от Lime Crime. Но они уже засохли, по-моему. Сегодня у нас тут очень много сводчей. Ну, конечно, они вот так вот классно светятся. Вот это прям вау, да? Новая помада от Джеффри. Белая, я себе купила запасную, потому что была в магазине. А тут, знаете, большая редкость. Я ещё чёрную, что-то никак не могу найти. Протираю. Антисептическими салфетками мы боремся с короной. Вообще, эти помады были раньше моими самыми любимыми. Но сейчас с вами как бы не пользуюсь, поэтому... Ну ладно, пусть будут. Другими подушками пройдут. Как выгалов. Ой, хочу что-нибудь у тебя потестировать. Сел ко мне и начал эту помаду все мазать. На губы, вот одну сверху, другую снизу. Пиздец. Вот бывают такие тоже у меня подружки. В общем, здесь я нашла вот такой тон. Наблюдаем. Очень интересный. Чтобы вы понимали, этот тональник я смешивала сама. Он когда-то был моим любимым от Гош. Он у меня был настолько любимым, что когда он закончился, я стала использовать эту упаковку как смесь других тональников. Но он жирный. Я не люблю всяких упаковках тональников, потому что они чаще всего жирные, которые вот эти вот жидкие. Ну, они чаще всего очень плохо перекрывают все вот эти вот проблемные участки. И мне это вообще не подходит. Поэтому... В мусорку. Это моя первая белая подводка с Аликс. Что с ней? Что там происходит? Там дыра. Нет, там засуха. Там пустыня Сахара. Так, выкидываем. Эта подводка тоже с Алиэкспресс. Ее раньше все время советовали. Я помню, постоянно смешивала с маслами. И вы знаете, что такое, когда смешиваешь подводку с маслом? Она начинает отпечатываться на веки. Что ж, говорится, упала. Ну и нахуй нужна? Воняет ужасно. Очень сильно сушит губы. Это были мои первые находки ярких помад с Алиэкспресс. Выкидываем. Это вообще какой-то странный блеск, который с блестками. Типа его можно случайно съесть. Эти блестки попадут тебе в желудок. Помада Лайм Крайм рыжая. Мне она вообще не подходит. Я не знаю для кого. Она прям такого морковного цвета. Это просто меня убило. Я нашла карандаш для глаз. Зеленого, какого-то блевотного цвета. Я его выкину, наверное. Посмотрите, что будет, если я сейчас подведу нижнюю. Во-первых, оно нифига не подводится. Выглядит просто отвратительно. Я его выкину. Видели меня когда-нибудь с таким цветом на глазах? Если вы сейчас мне скажете, отдай его кому-нибудь. Блядь, у меня нет ни одного человека, который пользуется таким цветом. А еще я нашла помадку для бровей, но она рисует типа тонкие линии. В общем, буду использовать, пожалуйста. Как очень. На днях я наткнулась на портах Алина Пона, который снимали в нашей, блядь, квартире два года назад. Как вы к этому относитесь? Я странная. Я хотела, кстати, об этом видео снять. Я думаю, что меня Ютуб заблокируют. И кинем мне какой-то теневый банк пожизненно. Поэтому я скину ссылку в инстаграме, в сториз на это по***, чтобы... Вот без кликбейтов серьезно снимали портах в нашей квартире два года назад. Мы сами с ребятами просто в шоке от этого. Само собой, она будет только 24 часа, поэтому переходите. Когда у нее в инстаграме будет 400 тысяч, ссылку оставлю в сториз и, возможно, в актуальном. Вот эта обменка от Микси мне очень понравилась. У нее прикольные цвета, поэтому я решила ее тоже оставить. Давайте просто разберем здесь, посмотрим, что может быть. Блядь. Это не очень хорошая палетка. Я, наверное, выкину. Она не пигментированная. Вот здесь у меня, кстати, хранятся всякие блестки для макияжа. Супер грим из Леонардо. Он реально топовый. Стоит рублей 600. Здесь нашумевшая палетка Beauty Bay. Она очень старая. То есть, я покупала где-то года полтора назад, то, как она стала мейнстримом. Она, видите, самая первая. 2019 год, написано. Я олд. Я первая, кто ее получил. Оригинальная палетка Beauty Killer. Все хотела снять про нее обзор TikTok. Не знаю, стоит ли стоит, пишите. Но она прикольная. Гримы и хайлайтеры очень пигментированные. Блядь, давай, ребята, выкину. Потому что это с Алиэкспресс и гримы, и они очень плохие. Вы посмотрите, как они блестят. Нет, можно? Нет, нельзя. Это очень плохо. Кстати, для макияжа от NYX полное дерьмо. Вообще ничего не дает. Я бы его тоже... Это как-то просто вода термальная, или как это называется. Есть много говна. Есть много хорошей у меня... Ну, это новая палетка, но не прям мои любимые оттенки. Вот это супер палетка. Кто не покупал, всем советую Makeup Revolution. Еще и Луисею. Как-то я снимал, кстати, обзор на YouTube про эту палетку. Я думаю, что он стрёмный. Я просто не знаю, как ее правильно пользоваться. Сейчас понимаю, что это лучшая палетка неоновая, которую я встречала. Может, кстати, некоторые ссылочки оставлю в описании или в комментариях. Смотрите. Бля-я-я-я-я-я. Это Алиэкспресс. Почему она лежит здесь? Я побью воду, мне в горле пересохла от таких эмоций. Почему мне это дерьмо лежит здесь? Кидываем. Видимо, это был любимый мой консилер в то время. Очень неудивительно, почему мне прыщи полезли, да? Возможно, я использовала это для макияжа. Но нахера? Знаете, все совершают ошибки, совершал их я. Я переезжаю в такую хуйню квартиру, девочки. На следующий видео будет про переезд, но не факт. И там такая квартира просто. Мне нужно купить, кстати, отдельный шкаф. У меня вот еще тут косметика стояла, то у меня не влазит все. Поэтому у меня половина уже в другом шкафу. Короче, будет обзор. Лайн край топовая. У меня все топовое. Родилась топовая. Вот, блядь, можете говно выкинуть. Это худшее, что я встречала. Вот она подсвечивается при вспышке. Это ужасная самая бейкинг. Ну, отвратительно, я, наверное, подойдет, если он носить не на лицо. Вопрос, куда я его еще наносить? Это застанет вообще кому-то интересно. Блядь. Вау. О май гааа. Сколько моей любви к парикам? Просто отрезала кусок волоса. Значит, не нужен. Здесь у меня просто огромное количество подводок. А мне вот эта подводка. Она бройвы. Ну, довольно интересного формата. Ну, вы видите, что хоть раз я пользовалась вот такой подводкой. Здесь есть реальная прострочка. Смотрите, кисточку. Ммм, такая сочная. Так и хочется, знаете, ей пользоваться. Секунду, вот так. Чертный цвет. Мне не очень нравится. Это вообще отвратительный цвет помад. Я никогда таким не пользовалась, но он у меня есть. Я не знаю, нужен он мне вообще. Давайте переходим на эту часть руки. Блядь. Это ужасный цвет помады. Я его уберу куда-нибудь. Мой нелюбимый цвет синего. О, просто пишенка на тортике сегодня. Мой обожаемый цвет. Меня вообще с ним видите? Я купила как-то подводку на Алиэкспресс. И это как будто маркер. То есть это не подводка, это прям маркер. Посмотрите, как он пишет. Это там просто маркер. Типа она не неоновая, вообще не какое-то дерьмо. Это просто маркер, вы посмотрите. Чего? Нет, это с Алиэкспресса. Она полупрозрачная, но в принципе цвет у нее прикольный довольно-таки. Оставлять, не оставлять. Блядь, синяя тушь. Кстати, давайте сравним просто подводку с Алиэкспресса с Никс. Во-первых, это вся засохла. Никс полная фигня. Посмотрите на Никс и с Алиэкспресс. Ну, Алиэкспресс намного лучше, согласитесь. Вы все просто обожаете с пигментами. Меня просто завали комментариями по поводу их. Они топовые. Они продаются на сайте Beauty Bay. Там же, где покупала эту палетку, стоит косарь. Хватит на всю жизнь. То есть вот вы своим внукам их передадите, я вам отвечаю. Вообще не мой цвет, согласитесь. Фиолетовый какой-то серый. Отвратительный оттенок. Ой. Ааа, застряла. Это, чтобы понимали, ручка не пишет, по-моему. Мне нравится, что она китая. Я купила сразу же непишущую сапрашки. Не помню, что они пишут. Они как-то все не пишут. Они как-то уже перемерзли все. Фигурки, они раньше в Ашане выдавались в проебездах сумме. Это коричневые. Ааа. Я вот к 21 году так не разобралась, для чего нужна эта кисть. Для хайлайтера? Вот кисть для хайлайтера. Плотная. А вот это какая-то фигня. То есть ей можно, не знаю, убирать пыль с ногтей, когда делаешь опилу. Тансиллер. Кому-то нужно? Пишите. Он в волосах весь. Она тоже неплотная. В виде кошачьей лапки. Значки графшоп покупаем по ссылочке в описании. Наклейки графшоп покупаем. Наклейки малины самые топовые. Просто. Я думаю, можете у меня клеить этот стол. Но они охрененные. Подорожник, который не пользуется. Извините, на метро больше не езжу. А у вас есть такая? Нет? Потому что вы не настоящая принцесса, как я. Мы за единоровок. Проследок графшоп покупаем на строчке в описании. Сейчас понятно, что богатые. Миллионы вроде бы под кроватью. И вот тут у меня тоже миллионы. Более богатые. Десять рублей сто рублей. Ну ебануться просто. Пиратрица вторая. Что здесь делать? Что там? Почему я решила? Закуда? Я нашла фотки, чтобы вам показать, как я менялась. Это я в 13. Внимание. Тут мне 13. В 18. А нет, здесь мне 16. Здесь мне 20. Как вам такой апгрейд? По-моему, супер. Почему здесь похоже на какую-то арбянку? Потому что я усы не убрала. Ой, блин, светит жестко. Я, кажется, умру. Он просто не регулируется больше, потому что он сломан. Блядь, вот так неудобно. В общем, этот шкаф, это трэш. Он не закрывается, потому что он советский. Ну, вы слышите, как он открывается хреново. Только мне приходили друзья, они, короче, брали шапку. И вот эти уши, они как бы не прикреплены ничем. И они, в общем, выпадывают. Видите, они ведь у меня до конца не пришиты. Я делаю их так, что для фотки. Вот, а сейчас они вообще порвались. Очень обидно, конечно. Так, вот здесь у меня лежат две большие коробки из косметика. Здесь упаленная палетка Beauty Killer. Я, кто-то писал, скажет, что это оригинал. Я реально поверила. Я думала, это оригинал. Но это паль. Может, мне так-то нефть, кто-то сделать обзор с этой палеткой. Оригинал и палью крашусь. Что мне с этим делать? Куда нанесить? Мне очень нравится их дизайн. Они потрясающие просто. Мне очень нравятся. Румяна хайлайтер. Румяна хайлайтер это? Вот эта палетка The Balm хорошая, но она какая-то странная. В то же время она какая-то кремовая. Это вообще какой-то цвет для кассирш. Еще у меня кусок теней. Просто эта палетка, когда один раз спала, у меня кусок теней просто выпал. Сука! У меня только что выпал кусок теней на пол. Я была уверена, что это давно уже произошло. Ладно. Что? Как она опять? Так, я на камеру посмотрю, но я... Я закрыла. Следующая палетка. Большая, довольна. Татарка. В общем, татарские девочки. Мин-ти-ч-ке-не-пэ-си-бэ-ке. Девочки, тоже татарка, поэтому я имею право читать по-татарски. Дать бедную. Спасибо еще за одну HD-любимую пудру. Но это мне для подарков, я сохраню, потому что бедная, нет времени и денег покупать. Подорожник, который мне больше ненавидим на помощь не езжу. Последняя коробка с косметикой. Юбаный в рот. Тут просто все говно собрано. Просто все. Тут стоит быть поближе. Да! Я нашла! Боже, я ее искала! Зай, я тебя потеряла. Что ж ты здесь? Почему? Как я могу оттенять? Это супер блеск. Как же я рада. Так, Моди, я сейчас возьму этот хайлайтер. Грязный свой палец, я хочу нанести его на лицо. С прыщаом лицом выглядит так плохо. Знаете, я могу говорить или очень хорошо, или очень плохо. Вы не поверите, мне раньше в шарагу ходило именно так. Это прикольная штука, я в одно время ей очень много пользовалась, я его купала в Ашане. Это как помада, но я его использовала как хайлайтер. Фу! Зеленый карандаш. Вау! Почему она закрыта? Вообще, чтобы выглядеть как Дина с рынка. Это классная зимочка. Выкинув просто. Када! Я, я, я. Это опять хайлайтер для Данила, потому что он ищет себе какие-то мужские хайлайтеры. Вау! Я сейчас сделаю красный. Зиной хочу быть. Я Зина. Кто еще изобрел серую подводку? Жаль. Вау! Еще красный. Вас не отправляли учиться блогом. Мы не одеваемся в бутике модом. Ваши папы не работают в банках или не катаемся на иноматах. Вау! Свет кайф. И, короче, была подружка. У меня был день рождения. И она мне подарила на день рождения всю косметику свою, которая ей не нужна. Я как бы попросила ее купить, ну, подарить мне косметики. Я рассчитала, что она подарит мне новую косметику. Она ей подарила какое-то старье. И там уже была эта помада, и я видела то, что она использована. Ну, типа, не использована, но я видела, что... Ну, понятно, когда помада открыта. И вот она была открыта. Спасибо. Вы знаете, лучшая подруга. Я бы только так не подарила. Крысы. Мы девочки. Мы крыс. Боже! Это такое дерьмо. Я как-то купила в бьюти-бон. Единственная помада. Так ужасно варила. Ну, по вкусу она просто отвратительная. Выкидывали. Только у меня для Нового года осталось подарков. Передариваю. Вы тоже надеваете? У меня вот так девочка мучила. Я нанесла ту самую красную помаду. Настроение называется «Колхозье утро». Мне вообще не идет. Такая огромная коробка. Блядь, я не знаю, что мне это разыграть в Инстаграме. Я ненавижу разыграть. Я ненавижу. Ну, типа, это не прям супер косметика. Она вообще вся как бы использована из этого половину. Я не знаю, что с этим делать. Ну, серьезно. Ну, разыгрывать, я думаю, это как-то мерзко. Косметику, которая... Хотя продавать тоже мерзко. Короче, я не знаю, что с этим делать. Мне придется выкинуть реально достаточно много косметики. Но он говорит «Зачем выкидывать-то?» Ну, а что с ней делать? Жалеть ее, что ли? Вот у меня мама так жалеет. У нее поэтому есть кладовка, в которой вещи лежат, которые вообще не нужны. Говорит «Ну, когда-нибудь точно пригодится». Я думаю «Зачем?» В общем, полная косметика, возможно, кому-нибудь отдам, выброшу, сожгу, потому что есть косметика, прям, которую... Ну, ее даже выбрасывать жаль. Потому что она настолько плохая, что ее только сжигать. Сейчас в виде фрагмента, как я выбрасываю, собираю все, что у меня валяется на полу. Иду вот прямо вот на ту мусорку и выкидываю. «Да не холодно!» «Сияй!» «Ее-бакал полный сок, наскрывай свое лицо!» «Он при чем?» «Выкидываем всю банки!» «Ее-бакал полный сок, в свое лицо!» «Ее-бакал полный сок, наскрывай свое лицо!» «Ну, все, спасибо за просмотр, девочки!» «Подписывайтесь на канал, потому что идем мы ко скольки правильно!» «Пяти миллионам подписчиков, а лучше к ста, чтобы обогнать Влада 4!» «Но мы же лучше, чем Влада 4!» «Нет, просто посмотрела, как ты его видела, реально, Влада 4 заслуживает 27 миллионов!» «Он заслуживает даже больше, чем Ивангай!» «Ивангай это нихуя не делает!» «А Влада 4 работящий пацан!» «Уважение!» «Переходите в инстаграм, потому что там я вам покажу, как вы у нас снимали!» «А я всех люб и целую!» «Пок!»